МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это итоговая программа «Здорового человека. Главные события недели» с точки зрения журналистов нормального телевидения Мордовии. Я Евгений Симкин в центре внимания сегодня. Когда закончится самоизоляция? Как сильно болеет Мордовия по сравнению с другими российскими регионами? Зачем носить маски и перчатки? И где их можно не надевать? Второй месяц эпидемии коронавируса в России. К чему мы пришли? Большое исследование в центре внимания. Запахло весной. Мордовская столица готовится к новому залпу зловония. Чем поливают городские очистные и кто на самом деле отравляет воду в Саранске? Жуткие кадры из окрестностей заводов по утилизации животных. Куда текут реки крови, жира и других биологических жидкостей? Разорили огороды начала дачного сезона с точки зрения черных копателей. Мы покажем печальные истории садоводов самых крупных дачных массивов Мордовии. И как их не бережет полиция. Испытание жадностью. Кто ломает мосты в Мордовии и за чей счет их потом восстанавливают? Водителям Саранска вернули северо-восточное шоссе. А когда поедут по новым переправам? Жители Семелея, Горяйновки и Дубенского района. Мордовский парламент не место для дискуссий. Кто и почему не пустил съемочную группу нашего канала на сессию Государственного собрания? И зачем спикер Чебиркин просил депутатов аплодировать самим себе? Басня в тему от маэстро Белоключевского. О самоизоляции в дикой природе и решениях Зубра из Беловежской пущи. Мы выжили в Майске и уже два месяца живем бок о бок с коронавирусной инфекцией. Чему нас научили эти недели? Итак, в Мордовии диагноз COVID-19 официально зарегистрировано уже более чем у 1300 человек. Это примерно 0,16% от всего населения региона. Много это или мало? Чтобы понять, давайте сравним количество заболевших в Мордовии и других регионах не в абсолютных цифрах, а с привязкой к количеству населения. Так получим намного более объективную картину. Возможно, она вам не понравится. Больше всего болеют в Москве, Мурманской и Московской областях, Ямало-Ненецком автономном округе и Северной Осетии. В Мордовии в федеральной статистике количество заболевших относительно всего населения оказалось на 15-м месте. И это плохо. Потому что по количеству населения мы 65-й среди российских регионов. Это значит, что заболеваемость у нас весьма и весьма высока. В апреле 13-й регион и вовсе поднимался в первую десятку, на 7-8-ю строчки этого грустного рейтинга. И был первым в Поволжье. Если посмотреть окружную статистику по состоянию на 15 мая, увидим, что нас опередили северные соседи. Нижегородскую область в первое в ПФО, Мордовия вторая. Далее следует Мариэл, Чувашия и уже с большим отрывом Ульяновск, Пенза, Киров. Намного лучше, чем в маленькой Мордовии, ситуация с заболеваемостью в регионах с городами-миллионниками. Татарстан, Башкортостан и Самарская область. По России, соответственно, на 60-м, 64-м и 68-м местах. Что это значит? В первую очередь, что инфекция у нас распространяется намного быстрее, чем у них. Одна из причин, об этом говорили и республиканские власти, очень много тех, кто вернулся из Москвы. А вот что их в эту Москву гонит? Стоит ли связывать эту внутрироссийскую миграцию с экономической ситуацией в Мордовии? Я думаю, что тут прямая зависимость. В первой части рейтинга заболеваемости на количество населения много таких же откровенно небогатых регионов – Ингушетия, Калмыкия, Тамбовская, Курдская области, те же Морел, Чувашия. Это будет, конечно, слишком смелым заявлением, но COVID-19 – болезнь отчасти и социальная. И высока заболеваемость там, где средняя зарплата скорее не деньги, а слезы. Заражение от москвичей активно происходило в апреле, а сейчас вирус передается уже среди нас, среди тех, кто из Мордовии не выезжал. То есть старт, который дали наши зарабетчане, успешно подхватило остальное население. В нашем регионе по-прежнему действует режим самоизоляции, но вот соблюдаем мы его из рук вон плохо. Все эти люди, которых мы видим в городе в разгар рабочего дня, они по служебной надобности или так, просто погулять? Есть вопиющие примеры нарушения даже не самоизоляции, а уже карантина. Свежий случай. Живет на святых строе семья, пожилая женщина, ее сын и внук. Сына с подтвержденным COVID-19 увозят в больницу. И уже после этого бабушка ходит по магазинам без маски, а внук продолжает работать, внимание, таксистом. Но это же кошмар. На еженедельных пресс-конференциях министр здравоохранения Олег Маркин и социальный вице-премьер Галина Латванова не устают просить всех нас вести себя безопасно. Но статистика показывает, что эти призывы мало кто слышит. Обвинять во всем жителей региона тоже неправильно. На руководство кучи предприятий, которым разрешили работать. Не хочет тратить время и деньги на защиту своих же работников. Очереди на проходных, несоблюдение социальной дистанции на рабочих местах. Такое много где есть. Доходит до смешного. В Рузаевке закрывали фабрику, на которой шили гигиенические маски. То есть швейная фабрика, которая должна обеспечивать людей хоть какими-то средствами защиты, оказалась не готова защитить даже себя. Существуют магазины, где не смотрят, есть ли на покупателей перчатки и маска или нет. В Мегастрое наши журналисты сняли продавца, который работал без перчаток. Об этом подробно расскажем через несколько минут. Эпидемия коронавируса вскрыла еще одну проблему. Это вопрос информационной гигиены. Появилось такое понятие, как ковидиот. К этой категории населения я бы отнес два типа людей. Первый – это ковид-диссиденты, люди, отрицающие всякую опасность коронавируса. И тут даже комментировать нечего. Я не собираюсь всерьез обсуждать массовое чипирование и прочий безумный бред. Второй – это ковид-истероиды. Эти люди несут самые жуткие слухи про массовые захоронения при помощи бульдозера, про отдельное кладбище, про я даже не знаю, что еще. Так вот, это слово «хайп» появилось совсем недавно. А ловили его задолго до нашего рождения. Истинно вам говорю, 4 мая 1925 года Земля налетит на небесную ось. Это точно говорю. Истинно вам говорю, эти два пульса ковидиотов, хоть и говорят диаметрально противоположные вещи, но уверенно идут в одном направлении. Противоположном, правда, здравому смыслу. Уже много говорили о том, что эпидемия коронавирусной инфекции, проверка на прочность системы здравоохранения и медицины многих, куда более богатых стран, эту проверку провалила. Я хочу поговорить о другом. Коронавирус проверяет нас еще и как общество на зрелость. Неужели мы только из-под палки и под угрозой штрафов можем вести себя в сообразной ситуации? Неужели мы не можем всерьез подумать о том, какую опасность несем, если не для себя, то для тех, кто рядом? Пользователи интернета переосмыслили стоп-кадры советской киноклассики. В фильме «Добро пожаловать или посторонний вход воспрещен» есть сцена, в которой пионер теоретически огорчил свою бабушку до смерти. И вот похоронная процессия выстроилась в знак вопроса, а транспарант у пионера спрашивает, зачем ты убил бабушку? Очень смешно. А ведь на самом деле ситуация страшная. В Большеберезняковский дом престарелых персонал занес инфекцию. А там большинство из группы риска. Никто не умер, но пусть так и будет. Так вот, никто не хочет никого убивать, но очень многие все для этого делают. Это парадокс. Народ Мордовии долгие годы отличался умением объединяться ради достижения общей цели. Наша цель сегодня – победить коронавирусную инфекцию. Так давайте вспомним, что мы всегда были зрелым и мудрым обществом. Мы же можем или уже нет? Светлана Лашина всю неделю собирала информацию о коронавирусной инфекции в Мордовии. И сейчас готова все рассказать. В начале недели после завершившихся майских праздников специалисты с содроганием начали ждать. Чем же обернуться разгульные выходные? Эпидемические качели должны были принять статичное положение дней через семь, а то и десять. Коронавирусная статистика Мордовии в течение недели показывала устойчивую тенденцию к снижению, но медики и власти упорно говорят – радоваться рано. Цифра от 37 до сегодняшней 27, она держится. Но сразу хочу подчеркнуть, что ситуация очень крутая. Ситуация очень тревожная. Ситуация тревожная, потому что количество ковид-зараженных становится меньше, а пациентов с внебольничной пневмонией – больше. Сейчас в 15 республиканских медучреждениях развернули 1200 койко-мест. Тех 395 койко, которых говорили вначале, явно не хватило. В первоначальные расчеты вкралась ошибка – ориентировались федеральные службы на грипп. Да, было определено 395, исходя из опыта работы с гриппом. Но оказалось, это не грипп, это более серьезное заболевание на сегодняшний день. Потому что, во-первых, длительность. Мы думали, что это в течение двух месяцев закончится. Мы видим, что в течение двух месяцев это не закончится. Это не закончится в течение двух месяцев от начала подъема у нас в республике. Поэтому и коек, соответственно, нужно больше. И по тяжести мы видим все это значительно более серьезно, чем при гриппе. Этот показатель – количество занятых коек – один из ключевых, чтобы принять решение ослабить ограничения. Основных критериев три. Есть еще несколько дополнительных. Для того, чтобы регион вышел на первый этап снятия ограничений, мы должны выполнить ряд показателей. Первый показатель – это коэффициент распространения данного заболевания. То есть это количество больных, количество инфицированных людей одним больным до момента его изоляции. На сегодня данный показатель у нас составляет 0,9%. Еще один критерий – показатель тестирования. Он должен составлять не менее 70 человек на 100 тысяч населения. Здесь Мордовия тоже выполнила норматив – 158 человек на 100 тысяч. Но вот пресловутые койки. Из положенных 1200 не меньше половины должны быть свободны. В республике на утро пятницы пустовала только треть. Следующий показатель – это показатель заболеваемости населения вне больничными пневмониями. На сегодня, к сожалению, у нас уровень заболеваемости вне больничными пневмониями высок. Поэтому нам есть с вами вместе над чем работать. Работать начали уже в среду. Новое обязательное требование при посещении общественных мест, магазинов, общественного транспорта глава Мордовии изобрел сразу после речи президента. Перчатки теперь стали неотъемлемой частью жизни не только кассиров, но и покупателей. Без средств индивидуальной защиты на кассе должны отказать в обслуживании. В мегастрое уже при входе многим пришлось раскошелиться. Перчатки я могу еще открыть. Обычно 15 рублей. Цена входа варьируется от 15 до 70 рублей. В постановлении о том, какими именно должны быть перчатки, не сказано. А значит, вполне пошли бы и одноразовые целлофановые. Самый бюджетный вариант. Только это, похоже, не в интересах продавцов. И хотя нас уверяли, что проникнуть в магазин без средств индивидуальной защиты невозможно, тут же нашелся покупатель, который совсем новым правилом. пренебрег. Почему вы без перчаток? Нет денег на перчатки. А вы почему в перчатках? С сегодняшнего дня в республике Мордовия вводится еще и перчатки. Хорошо, купим обязательно. Кассиры с перчатками срослись. Носят с самого начала режима повышенной готовности. А вот работники зала почему-то сочли меры предосторожности необязательными. Посетители оказались в большинстве дисциплинированными. Почему вы в перчатках? Положено. Ну, положено перчатку. Вот перчатка. Это безопасность и для меня, и для окружающих. И дисциплина. Если мы хотим, чтобы как можно меньше у нас было больных в республике, надо выполнять меры предосторожности. В продовольственном гипермаркете продукты теперь голыми руками не возьмешь. На входе тоже предлагают защититься. На стойке информации продают латексные перчатки по цене 19 с копейками. Я думаю, что должно все-таки и антисептики стоять на каждом прилавке, и бесплатные перчатки, и бесплатные нормальные маски, на которые выделялись какие-то средства. Я вот сто процентов уверена, что выделялись все-таки. А не так, что ты приходишь и еще сама покупаешь. Дополнительные траты и дополнительные неудобства совершать покупки в перчатках откровенно непривычно, говорят многие. А посетительницы чисто с женской точки зрения жалуются. Кожа рук страдает. Продавцы сотовых телефонов вообще подвергают свою зарплату риску. Как бы ни было неудобно, жить в таком режиме придется в ближайшее время сетовать не на кого. Такие ужесточения жители республики заслужили своим отношением к самоизоляции. А некоторые продолжают упорно игнорировать не то, что правило, а само существование коронавируса. Я его не слышал об этом. Вы не боитесь заразиться? Нет. Вируса-то нет. Интересная версия. Чем тогда все болеют? Гриппом. У ковид-диссидентов, похоже, свои методы борьбы с гриппом. И думается, что медицинские работники были бы вовсе не против, если бы коронавирус не существовал, а лечить приходилось грипп. Только анализы на ковид в республике, которых делают около полутора тысяч в сутки, выявляют все новых заболевших. А это значит, впереди онлайн-линейки в школах, запрет на массовые мероприятия и в июне православную троицу. Тоже придется провести скромно. Кафе и ресторанам выход в оффлайн-режим работы пока только снится. Если мы расслабимся и начнем действовать так, как мы хотим действовать, то есть свободное общение, свободное посещение, забудем о масках и о других всех мерах, особенно в отношении старшего поколения, мы можем получить очень серьезные осложнения, очень серьезные ухудшения ситуации. Достигли мы плато или нет, непонятно даже специалистам. Потому, по скромным оценкам, на ближайший месяц-два запаситесь терпением, а заодно масками и перчатками. Светлана Лашина, Павел Толобаев, Игорь Гангаев, программа «В центре внимания». Скоро в Мордовию придет по-настоящему летнее тепло, и мы будем дышать полной грудью. Запах в Саранске всегда был большой проблемой. В сортах источников зловония в прошлом году разбирались и жители города, и даже министр регионального кабмина. Они создавали высокопоставленную комиссию, которая выясняла, чем же так несет. Версий несколько. То ли это городские очистные, то ли удобрения на окрестных полях, то ли жуткий комбинат по утилизации животных. Но очистные регулярно обрабатывают специальными растворами. В этом году процедуру провели на майские. Поля все же далековато, а вот вет, санутиль, завод остался под подозрением. Наши журналисты сняли ужасающие кадры, как отходы этого завода из ручейков крови и жира сливаются в небольшую речку и впадают в пруд. Что такое завод по утилизации животных, как он должен работать в теории и что есть на самом деле, узнали наши Константин Курбатов и Людмила Кусерова. Найти мясокосный завод в Саранске несложно, потому что пахнет он не розами. На десятки километров вокруг разлетаются ароматы, аппетитные разве что для местных питомцев. Вет, санутиль, завод – важное производство, прежде всего для сельскохозяйственной отрасли. Да и с точки зрения бизнеса дело довольно рентабельное. Мясокосная мука – это и хорошее удобрение для полей, подкормка для крупного рогатого скота и птицы. Для таких заводов в России существует отдельный свод ветеринарно-санитарных правил. Всего 47 пунктов. Вот несколько из них. Территория завода должна быть огорожена глухим забором с посадкой зеленых насаждений шириной не менее трех метров с внутренней стороны. Территорию неблагополучной зоны завода покрывают твердым водонепроницаемым покрытием и оборудуют системой канализации для обезвреживания сточных вод. Специализированные заводы по производству мясокосной муки должны находиться на режиме предприятия закрытого типа. При этом категорически запрещается вход на территорию завода посторонним лицам, а также въезд на его территорию транспорта, не связанного с обслуживанием завода. Журналисты «Десятого канала» в прошлом году побывали на территории завода, приехали без приглашения, ворота были открыты настежь, хоть гостей никто и не ждал. Так называемая неблагополучная зона, как на ладони. Директор предприятия тогда уверял, что это случайность. Все трупы убрали, а лужи, которые были похожи на отхожие места, высохли. Спустя несколько месяцев туда же с проверкой отправились. Прокуратура и ветнодзор и нарушений не нашли. На тот момент никаких нарушений мы не выявили. Предприятия работают в рамках законов, то есть территория огорожена, проводят дезинфекции, транспорт тоже дезинфицируется. И, что немаловажно, все биоотходы поступают при наличии веодокументов. Все это прослеживается в системе «Меркурий». То есть, получается, мы можем видеть откуда, в каком количестве и что поступило на переработку и на утилизацию. Пока вот так вот по проверкам. Должна была быть проверка в марте этого года, но, сами понимаете, из-за пандемии у нас все проверки закрылись. Сейчас территория вокруг завода завалена скелетами и вряд ли животные сами приходят сюда умирать. Ручьями стекают нечистоты и покрытые слоем жира застаиваются в канавах, превращаются в болота. Скорее всего, это отходы производства, которые таким образом утилизируют. И они действительно пахнут. Не обязательно быть специалистом, чтобы понять, санитарные нормы здесь нарушены. Однако, по мнению надзорных органов, ветсанутильзавод в Саранске не может вонять настолько сильно, чтобы запах доходил до города. Да и вообще сложно вычислить, откуда его приносит ветер. Очистные тоже с себя ответственность снимают. Говорят, что иловые карты обрабатывают специальными реагентами. На поверхности воды образуется пленка и сдерживает неприятный запах. Если мы сейчас даже находимся около необработанных карт, мы рядом находимся с вами, мы чувствуем это, да, то, что вот прямо вблизи, скажем, на бровке. Но если отойдя в сторону, да, мы же его не чувствуем. Соответственно, это дает, ну, некий плюс, да, то есть, что приглушаем данный запах. Искоренить его, конечно же, сегодня просто так взять и с махом волшебной палочки этого не добьешься, да. Это поступательный процесс. Начинаем, самое главное, что в летний период обрабатывать, а параллельно это пользоваться новыми очистными, которые нам построили. Новый способ – это когда иловый остаток не спускается в грунт, а отжимается на специальном оборудовании. Вот тогда запаха нет совсем, объясняет в Горводоканале. Теперь, чтобы полностью перевести предприятие на такую методику работы, нужно только время. А пока два способа – современный и дедовский – здесь используют вместе. Чтобы утильзавод в Саранске тоже заработал как положено, его нужно полностью в идеале реконструировать или, как минимум, осовременить. Все упирается финансированием. В настоящее время там поменяли только котлы, в которых проходит процесс варки. Сейчас завод нуждается в своих сооружениях очистных. Там необходимы специальные прессы для выжимки жира технического. И, наверное, не то, что самое главное, но немаловажно, там необходимы конденсаторы стоковых породов. То есть, когда, получается, эти котлы, они открываются, и запах входит в атмосферу. Вот. Конечно, поэтому понятно, что запах не такой сильный, но все-таки. Ветсанутильзавод – предприятие государственное, а значит, все работы по его улучшению должны проходить за счет республиканского бюджета. Это предположительно около 50 миллионов рублей. В идеале деньги мог бы дать инвестор, но пока ничего не известно о желающих взять под свое финансовое крыло мясокосное производство в Саранске. Людмила Кусерова, Константин Курбатов, Артем Руденко. Программа «В центре внимания». В дачные массивы Мордовии возвращается хаос 90-х. Этой весной многие садоводы обнаружили свои участки разоренными. На земле орудуют черные копатели. Эти люди ищут на дачах все, что можно сдать в пункт приемы металлолома, порой при помощи тяжелой техники выкапывают из-под земли железные трубы, возят бочки, ломают заборы. И чем дальше дачный массив от города, тем смелее разорители. Олеся Плакиткина побывала в Болотникове и Ключереве, чтобы все увидеть своими глазами. Дмитрий Тимошкин бродит по участку, вспоминая кусты смородины, грушу и аккуратные грядки. Плодовые деревья погребены где-то под кусками глины. Вот что осталось от черешни. Она каждый год была усыпана ягодами. Участки в Болотниковских дачах неизвестные перерыли в конце апреля, зная, что пенсионеры не приедут в самоизоляцию. Тут крыжовник был, тут грядки были, слива, вишня очень плодоносила. Вот черешню вывернули. Почему? Они туда ездили, разворачивали трубы. Но они искать-то знали, у них, наверное, чертежи уже есть. Мародеры стащили старый мангал, увезли бы и железный бак, но он был полон воды. И они просто спустили шланг, чтобы она утекала. Планируют вернуться за пустым, говорит Дмитрий Тимошкин. Старый такой бак уже украли два года назад. Чего стоило пенсионеру привезти и установить новый. А на него уже глаз положили. Дела у нас хреновые, извините. Я говорю, все воруют, все тащат, все. Вот не можем поймать. Я говорю, а как на приемный пункт сядьте, они сами приедут. Это я ведь точно говорю, зачем включать дурачка-то? В этом году у меня семь бочек было. Ну пусть они старые там все. Все за дно украли. Ванн пять штук был, соседом у нас был. Все украли. Дальше там у бабушки из домика кроватку и то вытащили. Это была отдушина, чуть ли не плачут пенсионеры. В дачные участки вложили всю свою жизнь еще и их родители. Книжку садовода каждый из них хранит как важный документ. А еще у дачников в Болотникове свой собственный ухоженный пруд. Они там рыбу разводили даже. На дне этого пруда проложена заборная труба от бывшей насосной станции. Ведь когда-то на даче подавали воду. Чтобы забрать эту ценную трубу, черные копатели прорыли плотину, решили спустить воду, но, видимо, не дождались. Значит, приедут еще раз, уверены дачники. Дачники приехали сюда на Первомай и поняли, через плотину не пройти. Охотники за металлом орудовали бульдозером или экскаватором, но не успели закончить начатое. Пришлось пенсионерам восстанавливать плотину вручную, чтобы хоть какая-то тропинка была. Они придут туда, сто процентов. И мы это сказали и милиционерам, которые вот здесь были, мы вызывали службу 112. Они в курсе, но не знаю, какие будут меры. Мы тут, получается, вообще бесправны. Людмила Зайчикова столкнулась с черными копателями на собственной даче два года назад. Потребовала документы, но в ответ тысяча отговорок. Воры уверяли, что они сотрудники горводоканала. Тогда пенсионерке удалось их выгнать. В этот раз не успела. Я их не видела. Я потому что две недели находилась дома на самоизоляции. И поэтому вот эти две недели, которые нам сказал Волков, мы сидели дома. Они приехали, знали, что здесь где-то 10 или 12 метров вот этой трубы находятся под землей. Они все вытащили, набезобразничали и ушли. Ключеревские дачи в Саранске более обитаемые. Здесь поспокойнее, но тоже воруют. Семья Дашкевич пропадает на любимом участке с 80-го года. Тут порядок на каждом сантиметре. Когда появился дачный кооператив, сюда даже электричество провели, рассказывает хозяин. Многие на дачах ночевали по выходным, ходили в гости к соседям по участку, дружили. А в 90-е начался хаос. Сегодняшняя ситуация очень напоминает те времена. И дачники напуганы. Здесь вынули все. И деревянные покрытия, и что можно было унести, все унесли. Другими словами, дверь открыта, но почему-то все входили за стекленные окна, а выходили через открытую дверь. Странно было это. Люди только-только начали возвращаться к земле. Заброшенные участки покупают и облагораживают. Стало модно питаться экологически чистыми продуктами. Но на фрукты и ягоды без химикатов стали зариться ленивые и нечестные граждане. Валерий Дашкевич на участке завсегдатый и много чего видел своими глазами. Я видел двух мадам, достаточно еще непреклонного возраста, которые ходили и собирали урожай. Причем этот урожай поставлялся оптом на рынок. По какой цене, там уж я не стал детали уточнять. Ну и бесед тех дачников, с которыми мне приходилось, я тоже это подобие слышал. В основном это почему-то женщины были. Мужчины, видимо, специализировались на цвет мете. Два сорта винограда, ремонтантная малина, молодые саженцы сливы и море цветов. Это то, что дорого сердцу и выращено для внуков, рассказывают Дашкевичи. Но поколениями возделанный огород и ухоженные плодовые деревья – это ценности моральные. А они не волнуют правоохранителей. Лямберские полицейские дачникам из Болотникова так и сказали – сделать ничего не могут. А сидеть караулить воров не собираются. Бак да забор – вот и весь материальный ущерб. И его называют незначительным. А чего суетиться из-за ерунды. В ММО МВД России Лямберский по данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Так или иначе, административное нарушение точно есть. И пока не будет наказан хотя бы один дачный вор, мародерство продолжится. На Ключеревских кое-где поставили ворота. Деньги собирали с пенсионеров. Но они спасают разве что от честных жуликов, шутит Валерий Дашкевич. А заехать в дачные ряды на бульдозере охотники за металлом смогут и с другой стороны. Крадут все. Подстанцию разобрали, трубы все порезали. Весной пришел, стеклышки, два кольчки, то побили. Вот и неохота работать. Так бы неплохо настроение уйдешь. Олеся Плакиткина, Игорь Гангаев, Артем Руденко. Программа в центре внимания. 7 мая в Саранске наконец-то открыли движение по трём многострадальным мостам на северо-восточном шоссе. Мы ждали их два года, потому что в 2018 году, после того, как мосты закрыли и тщательно обследовали, выяснилось, чинить там нечего. Бессмысленно ставить заплатку на заплатку, нужно строить новые мосты. Городу пришлось рассчитывать исключительно на себя, на проектно-сметную документацию, изыскательные работы и строительство. Саранск потратил всё, что на тот момент наскрив в своем бюджете – 128 миллионов рублей. Понятно, что при таких темпах финансирования только на свои стройка длилась бы 4,5 года. В итоге помог федеральный бюджет, мосты построили и открыли. Переправы – вообще одна большая головная боль. Они старые, ремонт и стройка стоят очень дорого, а у нас денег нет. Не помогают и грузовики. Обуренные жадностью их водители грузят столько, что мосты не могут выдержать нагрузку. О главной дорожной проблеме в республике – репортаж Юлии Поруновой. 27 мостов для такого небольшого города, как Саранск – это много, уверен мэр Саранска Петр Тултаев. Для него мосты – словно проклятие. Эти сооружения будто сговорились ломаться так, чтобы чинил их именно он. И выносил миллионы ватт народного гнева. Сложно было принимать решения, когда нужно было, по сути дела, сносить. Мы так и сделали, снесли. Это вот для меня было, наверное, одно из самых тяжелых решений в жизни. Но и первоначально, конечно, когда еще проектов не было, отчетов, некоторые вещи казались иначе. Но это сложнейшее сооружение. Тем более там железная дорога впереди, здесь железная дорога. Это вообще было очень сложно. Но, тем не менее, в кратчайшие сроки сейчас, как минимум на 50 лет, проблема решена. При Тултаеве сломался мост на Химаш. Пока строители его ремонтировали, горожане нещадно ругали мэра. Но кого же еще? Не предшественника же, который вложил в ремонт килотонны денег, но все почему-то опять поломалось. Потом был мост через Никитский овраг. Пока чинили его, горожане в ожидании вновь ругали мэра. Когда закрылось движение по северо-восточному шоссе, ругать Тултаева стало просто хорошим тоном. Неужели так сложно остановить движение по Койбышевской железной дороге, найти 600 миллионов и построить три моста за неделю? Пока рассерженные горожане пикировались в соцсетях, грузовик проломил еще один мост в Горяйновке. И тут уж не ругались только мертвые и те, кто на самом деле ломает мосты. Мы сейчас находимся в пригранном селе Горяйновка. Административно это тоже Саранск мост через ручей Гремячий. Вот он внизу течет. Мост сломал неизвестный грузовик, который, скорее всего, принадлежит одной из строительных компаний, которые возят песок из соседних карьеров. Однако ремонтировать этот мост придется городу, а прибыль от стройки получит строительная компания. Вот такая необычная математика. Свою долю в разрушение дорог добавляют и хозяйственные водители тяжелых самосвалов. Солярочку же нужно экономить, поэтому вместо пяти ходок следует сделать четыре с перегрузом. А если инспекторы попытаются поймать с лишним весом, так следует приподнять кузов и скинуть лишнее прямо под ноги проверяющим. А бонусную солярку всегда можно приспособить куда-нибудь по сходной цене. Как мы считаем, что все-таки основной причиной разрушения мостовых сооружений в Качкуровском муниципальном районе и на дороге Саранск-Качкурово в Границепинской области является проезд тяжеловесных транспортных средств с нагрузкой, значительно превышающей допустимые. Масса грузовика с прицепом, который провоцирует мост-разлом, порядка 50 тонн. По правилам должно быть не больше 40. Поэтому даже если грузовик двигался со скоростью 70 км в час, кинетический удар по конструкции моста был такой силы, что опоры и балки проломились, как картонные. Как раз он образовался по причине того, что идет разрушение швамоналичивания уже полок в балке. То есть все, конструкции уже не выдержали, скажем так, той нагрузки, которая имеется. Несчастный мост в Горяйновке, похоже, держался дольше остальных по пути к качкуровским карьерам. Мост через Вьяс в Семиле и грузовики сломали весной прошлого года. Может быть и здесь следует обвинять мэра Тултаева. Как живется? Вот как-то выходим с положения. В круговую ездим, в сухую погоду более-менее здесь проезжаем. Раньше я до города ездил, а то расстояние проезжал. Например, 30 км. А сейчас только до Качкурова, если в круговую ехать. Я городская, но мне тоже плохо. Тяжело ходить? Да, вот ходить, к друзьям. И автобус. Я должна ехать. Вот я сегодня его прокараулила. Как он этим проехал, неизвестно. Можете-ка, мы ему навряд ли. Мне 75 первого августа хоть бы сделали. По документам, капитальный ремонт моста в Семилее должны завершить до конца сентября. Но подрядчики сообщили, что сроки могут и сдвинуться. Мы будем стараться закончить, естественно, раньше. То есть администрировочно планируем закончить в июле-августе месяце. Работы идут по графику, то есть отклонений никаких нет, все в порядке. А это мост через речку Ахматовка, что в Дубенском районе. Самосвал обрушил переход в октябре 2018 года. Сбежать с места преступления грузовик тогда не смог. Но вот только закончилась эта история для машины с лишним весом. Скорее, испугом строительную компанию оштрафовали на 3000 рублей. А мост ожидает многомиллионного ремонта за бюджетные деньги. То есть все автомобилисты Мордовии складываются, чтобы строительная компания продолжала зарабатывать. Странная математика, не так ли? Найти управу на тяжелые грузовики районной власти сейчас просто не в силах. Республика не позволяет даже косо взглянуть в сторону строительных компаний. Росавтодор пытался взвешивать дорожных монстров, но затея быстро заглохла. На дороге от Качкуровских карьеров до Саранска мы не обнаружили ни одного рабочего пункта весового контроля. Тяжелые самосвалы продолжают ломать мосты и дороги. Ничего личного. Просто испытание жадностью. Юлия Парунова, Игорь Гангаев. Программа «В центре внимания». На неделе отличилось Государственное собрание Мордовии. Очередная сессия Республиканского парламента прошла без журналистов нашего телеканала. Скажу честно, события скучнее, чем очередная сессия Государственного собрания, придумать сложно. Но вот они собираются. Вот включается микрофон спикера. Владимир Чеберкин говорит ритуальные слова. Про кворум, про кто там присутствует. Потом звучит гимн. Потом начинается законопринимательная деятельность. На неделе пресс-служба регионального парламента сообщила, что журналистов на сессии видеть не готовы. Эпидемия же будет интернет-трансляция. А потом выяснилось, что за разными сотрудники аппарата госсобрания считают только журналистов нашей телекомпании. Остальные в зале были и видео снимали. Нам предлагалось довольствоваться мутной картинкой с двух камер. Возможно, это были камеры видеонаблюдения. Я прошу прощения за качество видео, которое вы сейчас посмотрите. Это фрагмент приветственной речи Владимира Чеберкина. Можно похлопать сам себе. Все за благодарность. Это вам. Вы заслужили. Браво. Очень надеюсь, что следующая сессия госсобрания все же не обойдется и без нашего участия. Аудитория 10-го канала имеет право знать, чем занимаются народные избранники, какие законы они принимают. Если техническое развитие регионального парламента остановилось на этапе ВХС, это не значит, что все должны терзать глаза и уши, вслушиваясь и всматриваясь в картинку интернет-трансляции. Мы можем дать несколько советов. Обращайтесь. Также отмечу, что господин Чеберкин вел сессию без средств индивидуальной защиты. Маски и перчаток на спикере не обнаружено. Время маэстро Белоключевского. Новости дикой природы. Сейчас в наших лесах творятся чудные дела. Кто-то прячется по норам, кто-то в бункерах, кто-то выезжает из своего леса в другой, где получше. А вот в некоторых лесах все идет своим чередом, обычным заведенным порядком, согласно лесному уставу и его конституции. Давайте уже басню слушать. Во всех лесах, и джунглях, и саваннах царей своих владений ввергло в дрожь. Крутой коронавирус, гость незваный, не в меру расплодился, не прибьешь. Раз так, в лесах медведи, львы в саваннах, а в джунглях тигры, в общем, все цари во всех своих владениях, то есть в странах, ввели режимы строгие внутри. Зверушек развели по карантинам, копыта, бивни, когти в дезраствор. Перчатки, маски выдали скотинам и сразу засадили за забор. Но как же быть? Ведь скоро праздник леса. Ну что ж, придется с ним повременить. Хотя к нему немало интереса, его пока что надо отменить. Цари ушли в работу плодотворно. Кто в подземельях, кто-то в бункерах. А средством информации придворным предписано с экрана все эти страхи. Теперь скажу о Беловежской пущей. В ней жил давно и правил крепкий зубр. Он, как и все, был в событийной гуще, однако был необычайно мудр. Он свято чтил законные уставы, а главное, родил за все зверье. И хоть его прельщали чьи-то нравы, на все имел воззрение свое. В день леса волю дал зверю и птахам. На празднице гулял и стар, и млад. И торжество прошло с большим размахом. Особенно шикарен был парад. С трибуны зубр подружески поздравил своих, да и других зверей и птиц. И с праздником послания отправил владыкам прилегающих границ. Хоть зубру очень многое подвластно, но он прервал досужие дела. Исправил праздник леса первоклассно. Ему за это слава и хвала. Ну что сказать осталось напоследок? И последняя жизнь надо прожить так, чтобы в твою честь назвали новый вид мух. Доличопус ручини, прошу прощения, если неправильно прочитал, я не силен в латыни. Так вот, Доличопус ручини, так называются двукрылые, науки ранее неизвестные. Ручини в честь Александра Ручина, он в Мордовии главный по заповедникам. Так вот, благодарили воронежские энтомологи за большой вклад в изучение насекомых. И поэтому у меня вопрос, а кого бы вы назвали и в чью честь? Жду ответов в комментариях под этим видео. Живите настоящим, смотрите нас, не болейте. До свидания.